Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире Нити Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разбираться в лабиринте жизненно важных проблем и находить правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Кроме того, нам можно написать на наш электронный или почтовый адрес, и, наконец, вы всегда можете смотреть нашу программу в интернете на сайте Первый образовательный или sgutv.ru в разделе «Прямой эфир». Итак, довольны ли вы своей жизнью? Наверное, рано или поздно каждый из нас задает себе этот вопрос. И в настоящее время для россиян, наверное, этот вопрос особенно актуален. Последние результаты опросов населения не внушают оптимизма. И по некоторым социологическим данным, Россия занимает одно из последних мест среди европейских стран по удовлетворенности граждан с жизнью в целом. И дело здесь не только в экономике или в курсе рубля. Специалисты утверждают, что главная причина – это неумение или нежелание самих людей управлять своей собственной жизнью. А ведь именно это – это то, вернее, что приносит счастье. Почему же так происходит? Что нам мешает взять жизнь в свои руки и как стать автором и хозяином своей судьбы? Возможно, это не так уж и сложно. Вот об этом наша сегодняшняя программа. И у нас в гостях автор книги и учебной программы по авторству жизни «Счастье ручной работы». Психолог Оксана Спиваковская. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Татьяна. Такое прекрасное название – «Счастье ручной работы». Действительно, когда человек что-то хочет, делает, и у него получается, он счастлив. А когда хочет что-то делать, и не получается, несчастлив. Вы совершенно правы. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы находимся сейчас в преддверии замечательного праздника, который называется Новый год. И все мы становимся чуть-чуть детьми. И если мы вспомним это состояние детства, там было очень много областей «я хочу». И там было очень много области ожидания чуда. И сейчас, когда мы стали взрослыми и серьезными, я приглашаю вас вернуться в это состояние. Для чего оно нам понадобится? Давайте начнем с сказки. Вспомните, пожалуйста, те любимые произведения, тех любимых героев, которые нравились вам в детском возрасте. И заходя в эту тему сегодняшнюю, авторство в жизни, давайте посмотрим, проведем такой мысленный, забавный эксперимент. «Как мой любимый герой связан с тем, какую жизнь я живу?» Свяжите эти состояния. Посмотрите, может быть, вы практичный или практичная, как поросенок наф-наф. Или, может быть, вы, как золушка, находитесь постоянно в ожидании баллов. Много работаете и ждете принца. А может быть, вы, как в сказке «Морозка» сидите и вас спрашивают, тепло ли тебе, девица? А ты говоришь, тепло мне, тепло мне. А на самом деле ежишься от холода. Читай жизненных проблем. Это коды сказочные, это то, что мы можем распаковывать. И как каждая программа, она имеет над нами власть, коль скоро мы ее не осознаем. И как только мы начинаем осознавать, какая программа находится внутри нас, мы освобождаемся, мы начинаем понимать причинно-следственные связи в своей жизни. И мое приглашение в это замечательное предновогоднее время подумать, какую сказку вы живете в своей жизни. Посмотреть, какой сценарий вы пишете. Что это? Это драма? Это детектив? Это комедия? Или это скучная, скучная, скучная пьеса? Или это триллер? Или это триллер, где все вместе взятое. И если говорить от частности, выводить это в общую панораму того, каким образом русская ментальность проявляется в теме нашей сегодняшней встречи. То есть, Оксана, если я правильно вас поняла, то сказки замечательные. Я просто сбываются уже мои слова о том, что, возможно, вот, знаете, когда мы говорим взять жизнь в свои руки, быть автором своей судьбы, то, с одной стороны, эти слова немножко как-то уже такие, знаете, покрыты нафталином и немножко заезжены. Да, люди на них реагируют или практически не реагируют. С другой стороны, люди начинают думать о том, ага, значит, если я буду автором своей жизни, то, соответственно, я буду автором всего того, что в ней происходит. И ответственным за это. И ответственным за это. А это всегда, это не всем нравится, скажем, не каждому из нас это нравится. И всё-таки взять авторство в свои руки, возможно, как вы говорите уже, если брать через сказки, то это действительно не так сложно, не так страшно, не так скучно, а вполне, возможно, увлекательно и очень интересно. Я надеюсь, что вы нам сегодня это расскажете, как это сделать. Я приглашаю вас в то, чтобы мы сделали сегодняшнюю встречу полную практических советов, для того, чтобы уйти от этой расхожей фразы, что я хозяин жизни, я хозяин всего происходящего, автор, и сделали это доступным и возможным для каждого из нас. Конечно. И тогда, получается, кто такие, всё-таки, ну, нам не уйти от этой фразы, кто такие люди, которые хозяева жизни, да, и те, кто не являются, человек, который не является хозяином своей жизни. Вот если нарисовать портрет того и другого человека. Это люди, которые живут из позиции «я выбираю», и это позиция не жертвы, это позиция человека, который делает выбор и несёт ответственность за этот выбор. Это кто? Тот, кто хозяин жизни? Тот, кто хозяин жизни. Если я выбираю быть праздным и лежать на диване, это тоже авторство в жизни. И я, как хозяин жизни, хозяин своего выбора, несу за это ответственность. Я несу ответственность и выбираю последствия своего выбора. Что у меня будет, может быть, недостаточно денег, или у меня будет недостаточно путешествий, или, может быть, у меня будут не отношения, которых... Ну, каких-то счастливых отношений в жизни, да, не сложатся в личной жизни какие-то вещи. Да, 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 да. Но это состояние, когда я удовлетворён тем, что является следствием моего выбора. Или если я, предположим, строю блестящую карьеру, и я выбираю этот путь, и я принимаю из этого выбора те следствия, которые у меня могут быть. Может быть, это недостаточно близких, доверительных отношений с друзьями или времени для семьи, но есть такой принцип, куда внимание, туда энергия. Да, я направляю своё внимание в ту область, которая является областью интереса, моего интереса, моей сказки. Я играю в то, что я выбрал играть. То есть то, что мы должны понимать прекрасно, что если я выбираю, допустим, вот такую свою жизнь, то не нужно витать в облаках, а нужно понимать и последствия своего выбора, да? Если ты, как вы правильно сказали, там, любишь лежать на диване, то будь готов к тому, что у тебя не будет денег, ты не будешь путешествовать, да, там, у тебя не сложится личная жизнь, не будет нормального образования и так далее. И тогда не стоит в этом винить государство, да, там, соседей, родителей, там, ещё кого-то, что в этом кто-то виноват. Потому что, опять же, такая очень расхожая фраза, а зачем, говорит человек, зачем я буду что-то делать, когда уже всё равно ничего не изменится, говорят такие люди, да? И наоборот, если человек успешный внешне, он занимается карьерой, прекрасно должен понимать, что все силы направлены туда, и, возможно, тоже будут какие-то проблемы в других областях жизни. Ну, может, не проблемы, но... И мы сейчас показали некое чёрно-белое, но здесь возможны варианты, и здесь, продолжая этот разговор, я бы хотела развернуть как картинку русскую ментальность, что происходит у нас как основа нашего менталитета и почему мы имеем такие следствия. Ведь давайте посмотрим на то, что Россия находится между Востоком и Западом, да, мы всё время немножко посередине. И часто получается так, что мы хотим иметь результаты, которые имеют западные люди, и при этом мы очень восточные, нам свойственен некий пассивный, созерцательный взгляд на жизнь. И это даёт философию, опять возвращаемся к сказкам, Емеле. Я хочу... Вот посмотрите, какие программы вшиты в этой сказке. По щучьему веленью, по моему хотенью. Я хочу, чтобы кто-то пришёл и что-то поменял в мою жизнь. Отсюда желание. Я хочу, чтобы с неба свалился миллион. Или, предположим, эти, я беру в кавычки, любимые тосты. Пускай у вас всё будет, и ничего за это не... И вам за это ничего не будет, да. И если мы посмотрим дальше, то Россия и Запад. Self-made культура, культура сделать себя самому, присуща Западу, и она в основе этого лежит состояние быть. То, какой я, определяет то, что я делаю, и те результаты, которые я имею. Цепочка быть, делать, иметь. В России это звено быть часто выпадает. Мы хотим иметь, не будучи, не будучи квалифицированным, не будучи включённым, не будучи активным, не будучи образованным, etc. Да, ну, потому что, опять же, есть примеры. И в той же американской культуре, знаете, вот, когда действительно такое ощущение, что на человека сваливается счастье, он... Примеров тому множество. Известные актёры, которые абсолютно из простых семей, ну, ничего особенного такого в жизни не предвещало. И вдруг, вот оно счастье, вот он то ли случай, то ли шанс. Вот. Это расхожая иллюзия, и мы любим питать себя ею. Мы смотрим на успешных людей и говорим на людей, которые когда-то ходили с нами в одну школу. Да. Учились в одном институте, жили в одном дворе. Мы очень часто, глядя на истории успехов, попадаем в область своих запретов. Мы смотрим на них и говорим, это люди не нашей стаи. Мы говорим о том, что им повезло, им выпал счастливый билет. На самом деле так функционирует чувство зависти. Когда мы видим что-то, где нам очень хочется побывать, мы начинаем наше внимание, нашу энергию выпускать в негатив. Мы говорим о том, что он шёл по трупам, он делал плохие вещи. То есть оправдание придумывает для себя оправдание. Да, да, да. Тем самым просто не признавая, что мы сейчас в этом чувстве, зависть очень функциональное чувство, если уметь им правильно пользоваться. Потому что зависть всегда показывает, где сейчас находится область твоих запретов. Если ты завидуешь популярности, значит, ты сейчас хочешь быть популярной. Если ты завидуешь богатству, значит, прямо сейчас ты очень хочешь быть богатой. Слушайте, как просто и в то же время действительно очень полезно, в общем-то. Да. В этом смысле зависть подсказывает нам, наша зависть подсказывает нам то, чего нам очень хочется и куда нам можно двигаться. Правильно? Второе упражнение для наших телезрителей. Первое – вспомнить сказку. Да. И второе – посмотреть, честно себе признаться. Вас сейчас никто не видит и не слышит. Признайтесь самим себе, чему сейчас вы очень-очень завидуете. Чему или кому. Или кому. И всё-таки вот по поводу авторства. Я думаю, что многие наши телезрители скажут, ну, конечно, вот я вроде хочу, я делаю для того, чтобы было вот так, да. Но ничего не получается. Есть обстоятельства, которые выше меня. И всегда встаёт вопрос перед человеком, а всё ли зависит вот от твоего авторства, от твоего желания. Ведь какие-то, знаете, общие, да, там, законы и вселенные, создатели никто не отменял. Что, и существует такая же поговорка, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Когда ты располагаешь, ты предполагаешь, а Бог располагает, да. Вот что это такое? Где ты не автор? И есть ли такие зоны, скажем, да, где ты, ну, ничего не можешь сделать? Такие выражения действительно есть. А что если? Предложу я третий эксперимент. Конечно, давайте. Ответить на вопрос, а что если это не так? А что если в жизни 50 на 50? 50% это область управления Богом, высшим силам, пространством, то, как вы это привыкли внутри себя называть. И 50% это ваша ответственность. Есть еще одна фраза, которая также популярна. У Бога нет других рук, кроме твоих. Конечно, да. И когда мы идем и помогаем проведению, помогаем быть в сотворчестве, я в сотворчестве с Богом нахожусь. Я помогаю Богу привести меня туда, куда Он сделал меня должным прийти. Когда Он заложил определенный план, волшебный план, божественный план, и я помогаю своим действиям прийти Богу туда, куда Он задумал меня привести. А что если так? Конечно, это тоже вариант вполне приемлемый и достаточно разумный, и он тоже имеет место быть. И давайте посмотрим через это, давайте если мы примем эту позицию как основу в сегодняшнем нашем движении вперед, давайте посмотрим, как может выглядеть наша жизнь, наш год, наш день, наш час, наша минута, наше сейчас, прямо сейчас. Давайте посмотрим на это с точки зрения авторства. И я хочу начать с того, почему мы не приходим туда, куда мы хотим. Да, да. Вот опять же, возвращаясь к русскому менталитету, да, вот вы начали со сказок, но там в этом же вот ракурсе есть же и другие вещи. Это отодвигание, да, вот то, о чем вы пишете в своей книге. Вот это тоже очень интересно. Да. Всемогущий принц или принцесса встречаются с этой любовью, ограничивающей, запрещающей, останавливающей. И тогда внутри я себе говорю, это невозможно. И это первая область нашего табу, если, соединившись с которой, мы можем ограничить свое движение дальше по жизни. Поэтому прямо сейчас мое следующее задание нашим телезрителям. Вспомните, пожалуйста, все ваши детские мечты. Где вы себе когда-то сказали «стоп», может быть, это Барби, которой не было еще в Советском Союзе. А может, просто плюшевый мишка. Которую привезли из-за границы, его увидели, и вам уже 45 лет, но у вас никогда не было этой куклы. Или, может быть, это возможность побывать на сцене, или еще что-то. Это не знаю я, но это знаете вы. И когда мы, наша бессознательная удивительная структура, и когда мы реализуем наши детские желания, у нас появляется это освобождение, когда наше сознание говорит «можно, можно». Ты можешь мечтать, ты можешь мечтать, потому что любая цель начинается с мечты. В бизнесе это называется стратегическая сессия, когда серьезных дядек вывозят в хорошее место, и они рисуют как будто бы дети маркерами, карандашами будущее своей компании. И твое будущее, и мое будущее начинается… Все мы родом из детства. Ну вот у нас первый звонок телезинители, давайте послушаем вопрос. Добрый день, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Я слушаю вашу передачу и вспомнила анекдот. Бедный человек молится Богу. Господи, пошли мне, ну хотя бы выиграешь в отелейный билет. Раздвигаются облака, показывается лицо Бога, и он говорит, ну купи хоть в отелейный билет. Да, прекрасно. Всего вам доброго. Спасибо, и вам тоже спасибо за такой оптимистичный, хороший настрой с юмором, правильно? Чудесный звонок, чудесные комментарии и чудесная иллюстрация наших предыдущих тем. О том, что у Бога нет других рук, кроме твоих. О том, для того, чтобы ты пришел туда, куда ты хочешь прийти, куда ты намечтал прийти. И мечтать лучше, это уже такая небольшая подсказка волшебная, новогодняя, мечтать лучше в правом квадрате, который находится чуть выше, на уровне глаз. На уровне глаз. И эта картинка должна быть настолько яркая, сочная, вдохновляющая, что организм начнет помогать выработке этой мечты, уже начнутся процессы авторства через выработку гормона дофамин, это гормон жизни. И когда мы запитываемся этой мечтой, мы попадаем в следующую ловушку. Можем поговорить об этом? Конечно, конечно. Даже нужно. Первое. Мечтаем. Поговорили об этом. Мы должны напитать свое себя состоянием «я хочу, и меня это вдохновляет». И следующий шаг это... То есть мне это нравится. Мне это нравится. Мне нравится, как там пахнет в этой картинке, какие краски внутри этой картинки. Это должно быть максимально голографично и живым быть. 3D-изображением. Как выглядят люди вокруг меня. То есть вообразить себе, нарисовать себе вот эту картину, своей мечты достаточно подробно, во всех деталях. В чем бы вы, в каком окружении вы хотели бы очутиться на этой картинке? Что там? Да. И главный признак того, что мы попали в точку силы, вместо силы, это состояние «я хочу начать что-то делать прямо сейчас». Потому что ловушка, когда останавливающая нас, заключается в следующем. Я знаю, что я хочу, но я не понимаю, как это могу получить я. Как к этому могу прийти я. Это очень важно, Оксана, очень важно. Как же это сделать? Ну, давайте перед этим послушаем звонок. У нас просто вот поток звонков. Видимо, люди хотят быть авторами и творцами своей жизни. Да, мне показывают, что звонок сорвался, но я думаю, что перезвонят люди. Хорошо, давайте продолжим. Почему у нас не получается? Что нам мешает это сделать? Кроме наших культурно-национальных особенностей, когда мы привыкли винить во всем царя, как раньше, или наоборот, ждать царя. Вот приедет барин, барин нас все рассудит. Или по щучьему велению, по моему хотению, и так далее. Когда кто-то что-то придет, или я хочу, чтобы было так, и все. Что нам мешает? Благодарю вас за этот вопрос. Он простой. Да, есть несколько причин. Есть несколько причин, и давайте их разберем, и в это посмотрим. Первое ограничение – это область моих мечтаний, такая грандиозная, такая неподъемная, что я от состояния «вау» перехожу в состояние «уф, ну как же это случится у меня?» Мы не видим промежуточные этапы, промежуточные ходы. Мы не видим, какой мне нужно или каким мне нужно быть, каких навыков мне недостаточно для того, чтобы оказаться в этой цели, оказаться в этом своем желании. То есть мы пугаемся и тормозим. Мы пугаемся и тормозим. У нас нет мелкой такой дробной раскадровки доступа к этому желанию. Может быть, мы не понимаем, как вообще оно реализуется. Может быть, у нас очень много внутренних запретов. Это такое состояние «я знаю, что я хочу и чувствую, я понимаю, как к этому прийти, но я как будто бы крошечка-хаврошечка». Сказка, да? «Я недостойна». Состояние «я недостойна». И это необходимость... То есть я слишком многого хочу? Нет. Знаете, есть такое выражение, мне оно очень нравится. Люди боятся своего ничтожества меньше, чем своего величия. Как интересно. Почему? Почему так происходит? Когда-то мне сказали, что много хочешь, мало получишь. Когда-то мне сказали, что это только для блондинок. Когда-то мне сказали, что это только для хороших девочек. В этом случае, в этом состоянии нам необходимо просто очень глубоко и нежно простить самих себя. Простить себя за ошибки. Простить себя за то, что мы решили, что то, что говорят нам другие люди, это правда. Действительно. Простить себя. Простить себя. В этом находится рецепт очень много... Там находится очень много жизненной силы. Там находится очень много личной силы. Ну, знаете, прощать себя, мы неоднократно говорили вот в этой студии со многими специалистами, это, по-моему, одна из самых сложных работ человека над собой. Простить себя мы не можем часто простить близкого человека и себя в том числе. А себя мы, по-моему, вообще не знаем, как прощать. Ну, что сказать просто, что я тебя, там, я себя прощаю, мне кажется, этого недостаточно. И знаете, Татьяна, я продолжу вашу мысль через то, что часто одна из таких ошибок пути к прощению самой себя или самого себя кроется в том, что мы считаем, что это прощение такое же объемное, как та цель, к которой мы не можем прийти. То есть усложняем. Нам кажется, что это бесконечный океан. И все, что я предлагаю делать, это шаг за шагом. Так же, как мы движемся к цели, шаг за шагом простить себе все упущенные выгоды, простить себе все какие-то, может быть, глупые, безбашенные решения или какие-то поступки. Внутри себя сформировать парадигму, что сделано, то свято. И через любовь... В тот момент по-другому не могло быть. Да, да. И если продолжить нашу мысль о том, что мы говорили телезрителям, что есть несколько причин, почему мы не приходим к своим целям. И первая из них – это огромное видение, пугающий слон, да, где я, а где моя цель. Не можем разбить это по звеньям. Вторая причина. Называем ее и уходим на рекламу. Это наше окружение. Хорошо, прекрасно. После рекламы поговорим об окружении, продолжим нашу беседу. Поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь, расставание будет недолгим. Ваши звонки мы послушаем сразу после возвращения, после рекламы. Поэтому готовьте свои вопросы. Сегодня мы говорим о том, как сделать свою жизнь счастливым и стать автором своей жизни. У нас в гостях Оксана Спиваковская.